Примерно 30% всех бесплодных пар в мире ставят диагноз бесплодие неясного генеза. Это значит, чтобы партнера по медицинскому заключению здорова, но беременность не наступает. Почему? Очень многое зависит от психологического состояния партнеров, в первую очередь женщины. Это подтверждает и официальная медицина. Зачатие легко наступает, если женщина спокойна, уверена, если у нее нет сомнений и страхов. А вот неосознанные деструктивные установки становятся серьезным препятствием для зачатия беременности. О них сегодня и поговорим, а также о том, как от них избавиться. Если вы планируете беременность, то для вас будет полезное упражнение, которое я дам в конце видео. Оно поможет вам найти и осознать ваши ментальные блоки, если они у вас есть. Еще больше о женском здоровье я рассказываю на своем бесплатном мастер-классе, ссылку на который вы найдете в этом видео. Можно ли сказать, что бесплодие вызывается каким-то одним конкретным деструктивным убеждением? Нет, у каждой женщины свой индивидуальный набор. Однако можно выделить несколько групп психологических установок, которые встречаются наиболее часто. Во-первых, это психогенные факторы, связанные со стабильностью среды. Что это значит? Например, когда в дикой природе случается голодный год, у многих животных срабатывает такой феномен, как резорпция, рассасывание плода в утробе. Самки не хотят рожать в неблагоприятный для выживания период. И происходит это, конечно, подсознательно. Схожие механизмы, как правило, неосознанные есть и у человека. Женщину может напугать и следовательно вызвать гормональный дисбаланс, финансовая нестабильность, изменения в профессиональной сфере, социальные стереотипы, недоверие партнера. В своей практике я несколько раз работала с ситуацией, когда женщина не беременела в гражданском браке, потому что испытывала неуверенность в прочности отношений. Хотя для женщин с другими психологическими установками это совсем не является проблемой, и у них беременность благополучно наступает и в гражданском браке. Следующая группа установок, которые мешают зачатию, это деструктивные мотивы появления ребенка в жизни женщины. Например, давление социума, родственников или мужа. Вы, конечно, слышали все эти фразы про тикающие часики, про то, что женщина без детей пустоцвет, в этих случаях женщина может пытаться обзавестись ребенком для кого угодно, только не для самой себя. Она стремится оправдать чужое доверие, поэтому не может забеременеть. К этой же группе относятся и такие деструктивные установки, как ребенок как гарантия комфортной старости, ребенок как попытка удержать мужа и сохранить отношения, ребенок как способ оздоровить отношения или омолодить свой организм. Очень большая категория деструктивных убеждений, которые мешают зачатию, это страхи. Страхи самого разного рода. Сюда относятся страхи потерять здоровье или испортить фигуру после родов, страх самой беременности, страх родов, страх материнства, страх родить больного ребенка, страх потери карьеры и социальной жизни и многие-многие другие страхи. Достаточно часто сложности с зачатием возникают на фоне дисгармонии в парах, когда не сформировано доверие к друг другу или у партнеров очень разные жизненные ценности. В моей практике был случай, когда беременность не наступала, потому что женщина состояла в отношениях с партнером, который часто болел. Ее подсознание блокировало продолжение рода, потому что там была деструктивная установка, беременеть и рожать можно только от здорового мужчины. Еще один интересный набор установок – это семейные сценарии или так называемые родовые программы. Чаще всего они носят иррациональный характер, но на уровне подсознания являются реальным препятствием для наступления беременности. Например, в роду повторялись ситуации, когда после рождения ребенка случалось несчастье – умирал или уходил муж. В этом случае у женщины может быть деструктивная установка, что муж должен погибнуть после рождения ребенка. Надо сказать, что семейные истории есть у всех, но далеко не всегда они становятся препятствием для наступления беременности. Гораздо чаще блоки в подсознании создаются в текущей жизни. При работе с психологическим бесплодием важно проанализировать и возможные вторичные выгоды от жизни без детей. Это может быть нежелание менять свой привычный образ жизни под нужды ребенка. Нежелание принимать новую, более домашнюю жизнь с меньшей свободой, независимостью и самостоятельностью. Очень часто такие выгоды неосознанно. Их можно обнаружить только во время глубокой работы на сессии. Какие существуют методы проработки этих негативных установок, которые мешают благополучному зачатию? Их очень много и лучше всего они работают в комплексе. Сюда относятся и когнитивно-поведенческая терапия, гипнотерапия, тета-хилинг и проективные техники, и другие методы работы с психикой. Также помогают медитации, вокализации, аффирмации и другие методы работы с подсознанием. С выбором вам поможет определиться специалист, который занимается вопросами психосоматики бесплодия. Но еще важно выбирать то, чему вы сами доверяете. А сейчас, как и обещал, я дам вам одно простое упражнение для осознания некоторых ментальных блоков, мешающих зачатию и работы с ними. Итак, представьте, что у вас уже есть малыш, и вы держите его на руках. Представьте все до мельчайших подробностей. Как ваш малыш выглядит, во что он одет, как пахнет его макушка, что он сейчас делает. И ответьте себе на следующие вопросы. Ответы запишите в тетрадку или в блокнот. Старайтесь отвечать развернуто и как можно более подробно. Что вы сейчас чувствуете, когда держите вашего малыша на руках? Какие эмоции испытываете? Что в вашей жизни изменилось к лучшему с появлением малыша? Что хорошего добавилось? Чего не хватает в вашей жизни с появлением малыша? От чего вам пришлось отказаться? Что изменилось к худшему? Может быть, вы что-то потеряли? Как ваш партнер отнесся к появлению малыша? Что он говорит? Как ваши родители отнеслись к появлению малыша? Ваш папа, ваша мама? Как другие близкие отнеслись к появлению малыша? Как ваши подруги, друзья отнеслись к появлению малыша? Что они вам говорят? Что вы чувствуете, если узнали, что ваш малыш появится через три года? Через год. Что вы чувствуете, если узнали, что вы уже беременны и малыш появится через несколько месяцев. А сейчас опишите детально, как проходит ваш день с грудным ребенком. Если при ответе на эти вопросы вы заметили какие-то формулировки, похожие на те деструктивные психологические установки, о которых я рассказывала в этом видео выше, то вам стоит начать более глубокую работу со специалистом. А напоследок я хочу пожелать, чтобы каждый ребенок был желанным, приходил в этот мир легко и благодаря большой взаимной любви его родителей.